Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Действительно, в условиях тяжелой экономической ситуации каждый отдельный потребитель переходит на более дешевые товары, переходит на более экономичные свои действия по отношению к приобретаемым товарам. И действительно, старается сохранить объемы потребления за счет перехода на более низкие ценовые категории. Эта же тенденция наблюдается и непосредственно в розничной торговле. Более дорогие товары замещаются более дешевыми товарами, более низкокачественными товарами. Эта же тенденция, ее можно проследить и у производителей товаров потребительских. Они предлагают потребителям более дешевые заменители, продукцию более низкого качества, но и по более низкой цене. Потребительские расходы – это один из немногих драйверов роста, который работает в экономике, должен, по идее, работать. Пока люди будут экономить свои затраты, будут экономить на элементарных вещах, ожидать роста невозможно. И здесь необходимо срочно предпринимать какие-то шаги и государству, и иным субъектам экономического механизма для роста доходов населения. Это очень негативная тенденция. Потребительские расходы – это основной драйвер роста. Если мы ничего не покупаем, значит, производители не будут ничего производить. Они не смогут продать произведенную продукцию. Поэтому, естественно, во всем мире и в России стараются стимулировать потребление для того, чтобы через потребление стимулировать экономический рост, стимулировать производство. И уже вторично рост потребления и рост производства приводит к дальнейшему росту заработной платы, доходов населения и так далее. У государства сейчас есть инструменты для роста доходов населения? У государства, к сожалению, особых инструментов нет. У государства нет избыточных финансовых ресурсов для того, чтобы обеспечить рост доходов пенсионеров, или рост социальных пособий, рост зарплат в бюджетной сфере. Да, конечно, какие-то индексации производятся, но это не радикальное изменение. К сожалению, таких инструментов, которые могли бы повысить доходы одномоментно и значительно, наверное, нет. Наверное, нет, хотя какие-то стимулирующие меры предпринимаются. Правительство старается, чтобы люди потребляли. Потребляли, а не откладывали потребление, не уменьшали объем потребляемых товаров и услуг, потому что это действительно ухудшает экономическую ситуацию, затормаживает рост экономический. На мой взгляд, все-таки я более оптимистично смотрю на вещи. У государства есть хорошие инструменты. И те резервы у Татарстана, например, которые есть, это, во-первых, вот то, чем сейчас занимается Рустам Нургалич, это привлечение инвестиций. Создание особой экономической зоны продемонстрировало, что в короткие моменты, селективно и точечно, можно создать рабочие места и можно серьезно увеличить дополнительное поступление, в том числе налоговое, что позволяет резко расширить возможности социальных программ и переиспределения доходов. Второй момент – это малый и средний бизнес. То есть вот тоже уже все об этом, как притча в Изицах, это мы все время об этом повторяем, ситуация меняется очень мало. Но если мы все-таки допустим и сделаем многие закупки конкурентоспособными и сделаем все-таки регулирование, перестроим в малом бизнесе и сделаем его свободным, то в этом случае конкуренция способна в достаточно короткий период и частная инициатива очень быстро трансформировать любую ситуацию, любой сегмент. Как сообщил Дмитрий Медведев в интервью телеканалам, реальные доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6%, а зарплаты на 7,6%. По его словам, в стране по разным причинам долгое время падали доходы, в последние два года они перешли к росту, подчеркнул он. Но если говорить о цифрах, то по сравнению с тем, что у нас было несколько лет назад, это действительно рост, потому что у нас доходы падали, а сейчас они растут. Если сравнить со многими странами, реальные доходы у нас растут быстрее, чем в других странах. Но вопрос ведь еще не в этом, а в другом. Люди-то о чем говорят? Ну да, может быть они и растут. Вот так упали, а потом начали расти. Это первое. И второе, это еще вопрос объема доходов самих. Потому что у нас даже более высокие темпы роста доходов по отношению к той базе, которая есть, это не такие доходы, которые нам всем нужны. Именно поэтому задача роста доходов и преодоления бедности остается очень актуальной. Агентство Риарейтинг составило список регионов России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами в 2017 году. Согласно ему, каждый пятый работник в России получает меньше 15 тысяч рублей. Больше всех получают в Ямал-Ненецком автономном округе, Чукотке и Ненецком АО. А самые низкие зарплаты в национальных республиках и в ряде субъектов Центрального федерального округа – Татарстан на 40-м месте. Но здесь есть один очень важный момент. То есть, когда смотрят только одну сторону, но ведь важно посмотреть покупательскую способность этой заработной платы. Ведь вот вы сказали, там Чукотка. Я что-то, несмотря на такое вроде бы благополучие, желающих там жить, это не так много. А наоборот, все стремятся в нашу республику. И вот для того, чтобы честно оценить заработную плату и денежные доходы, это есть показатель покупательской способности. Это что такое? Это сколько минимальных потребительских наворов можно купить на эту заработную плату. И вот если скорректировать зарплату на этот показатель, ситуация сразу же иная. Мы сразу на втором, третьем, ну, даже не спускаемся на четвертое место. Вот приведу цифры, я специально вот вопросы ваши получил. То есть, покупательская способность заработной платы по России 3,09. Это получается, что три минимальных потребительских набора можно купить на среднероссийскую зарплату. А на татарстанскую зарплату 3,08. Причем вот 2-3 года назад, к сожалению, она немножко снижается. Она составляла 4,34 и где-то около трех была по России. То есть, разница очень большая. То есть, в чем суть? Я вот, чтобы уже там, как так получилось? Дело в том, что изначально, еще в 90-е годы, Татарстан выбрал путь, скажем, мягкого, социально ориентированного рыночного регулирования. И очень важно, что Рустам Нургалевич продолжает этот путь. И мы поддерживаем сельское хозяйство и те отрасли, которые обеспечивают дешевые и доступные продукты питания. И вот, если вы посмотрите по ценам, вот за счет чего обеспечивается эта высокая покупательская способность, как раз именно это. И это очень важно. Почему? Потому что, вот хорошо, можно задрать заработную плату. Обычно это делают для того, чтобы привлечь вот эти вещи. То есть, это привлечь новые кадры. Но, с другой стороны, с точки зрения инвестиционной привлекательности, с точки зрения развития бизнеса и экономики, это является и некоторым сдерживающим фактором с точки зрения индустрии. Поэтому здесь вот тот баланс и тот модель, который придерживается Татарстана, Татарстан, мне кажется, очень оптимальный. И вот все территории этим озадачились. Что важнее? Экономический рост, высокая зарплата. И вот такой появился показатель, называется он инклюзия. То есть, важно не то, значит, как ты растешь, а насколько, как много людей могут воспользоваться этими благами. И вот наличие доступных продуктов питания и наличие доступной потребительской корзины, это как раз самое главное наше конкурентное преимущество, которое позволяет как можно больше людей охватить этими социальными благами. На неделе стало известно о запуске в Татарстане второго пакета цифровых телеканалов. Это означает, что республика одной из первых в России полностью перевела телевидение в цифру. Более 99% жителей региона теперь могут принимать 20 обязательных, общедоступных федеральных цифровых эфирных телеканалов в составе двух мультиплексов. Кроме того, в Казани зритель по-прежнему может смотреть 6 местных телеканалов высокой четкости. Это Эфир-24, Татарстан-24, ТНВ, Шаян, Универ-ТВ и Майдан. Решение об отключении аналога в стране несколько раз откладывали. Сначала останавливали чисто технические проблемы. Невысокий уровень проникновения цифрового сигнала, неподготовленность большей части жителей страны, которые весьма слабо представляли себе, что такое аналог, а что цифра, и почему необходимо вдруг бежать в магазин и покупать новый телевизор, либо дополнительную приставку к своему старому. Сейчас, по мнению правительства, момент настал. В 2019-м процесс растянут на три этапа. 11 февраля аналог отключат в семи первых регионах. 15 апреля еще в 20. А 3 июня час икс настанет для остальной части России, в том числе и для нашей республики. Мы абсолютно уверены в том, что люди охотнее перейдут на цифру, тогда, когда у них будет возможность приема максимального количества телевизионных каналов. Все-таки надо, чтобы люди принимали не 10, а 20 телевизионных каналов. Пакет из 20 бесплатных обязательных федеральных каналов – это и есть содержимое так называемых мультиплексов. Всего их два. В первый, запущенный еще в 2012 году, вошли первый канал «Россия-1», «Матч-ТВ», «НТВ», «Петербург-5» канал, «Культура», «Россия-24», «Карусель», «ОТР» и «ТВ-центр». Второй содержит «РЕН-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «Муз-ТВ». Согласно российскому законодательству, этот перечень в отличном цифровом качестве обязан принимать любой телеприемник в нашей стране, вне зависимости от места жительства его владельца – хоть в глухой степи, хоть в дремучем лесу, хоть за полярным кругом. И вот здесь-то и начинаются основные сложности. За бортом остается огромное количество российских региональных и муниципальных телеканалов, которым не нашлось места в мультиплексах. Региональные телевидения будут оставаться в аналоге до тех пор, пока у него будет желание и возможности в этот аналог оплачивать и в этом аналоге транслироваться. Поэтому никаких изменений для тех телевизионных каналов, которые сегодня вещают в аналоге и не участвуют в цифровых мультиплексах, не будет происходить. Я еще раз хочу повторить, что принято решение о том, что аналоговые лицензии этих телевизионных каналов будут продлены и их вещания будут продолжены. Между тем, Татарстан выгодно отличается от многих регионов как раз тем, что по сути в республике уже сложился свой собственный республиканский мультиплекс. Определенное количество каналов в цифровом качестве, вещающих на всю республику 24 часа в сутки. Дело за малым – дать добро на их легитимизацию. Я не вижу препятствий для развития регионального эфирного цифрового телевидения. Всего есть субъекты Российской Федерации, где все уже готово для запуска третьего и четвертого мультиплексов. Подчеркиваю, в HD-формате, что будет, поверьте, шаром вперед в развитии телевизионной отрасли. Татарстан в числе этих регионов. Мы тоже готовы. У нас большое количество каналов с собственным программированием хотят подвести такую возможность. В качестве примера функционирования подобного регионального HD-мультиплекса Алексею Волину сегодня показали работу республиканского круглосуточного телеканала «Татарстан-24» с собственным программированием и филиалами во всех крупных городах нашего региона. Увиденное гость оценил высоко. Местное телевидение является одним из наиболее востребованных продуктов для людей. Потому что люди, которые работают вообще в местных средствах массовой информации в регионах, – это люди особые. Мало того, что они рассказывают жителям о тех проблемах, которые волнуют их каждый день и которые непосредственно связаны с их повседневной жизнью. Школа, детский сад, отключение горячей воды, изменение движения транспорта, снежный занос, засоренная ливневка, открытие новой больницы, ресторана. Это тоже все вещи очень важные для людей. Они прямо влияют на их жизнь. Стали известны результаты голосования «Великие имена России». В нем участвовали 47 аэропортов по всей стране, в том числе и два из Татарстана. В результате, по итогам конкурса «Аэропорт» Казань будет носить имя Габдулла и Тукая. За него проголосовали более 123 тысяч человек. А Бегишева будет назван именем Николая Лимаева. Он набрал свыше 65 тысяч голосов. Однако, как выяснилось, не все города смогли определиться с именами великих исторических фигур. Поэтому их ожидает второй тур. Нет воды, плохие дороги или обманули продавцы. Чиновники республики намерены изучать весь негатив в социальных сетях. В Татарстане запущен разработанной медиалогией проект «Инцидент-менеджмент». По словам официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой, это дополнительный инструмент для власти, чтобы быть в повестке, понимать, какие еще обращения существуют. Помимо новой системы в Татарстане существуют и другие, ставшие более традиционными формы для обращения граждан. Например, сервис «Народный контроль», который работает в рамках портала «Госуслуг» и пользуется большой популярностью в народе. О дальнейшем развитии портала мы говорили в нашей студии в эту среду. Глобальные планы, большие. Это, я упоминал, программа «Цифровая экономика». Планируется вообще кардинально все пересмотреть. Например, сейчас в республике только более 100 государственных услуг и около 200 муниципальных услуг. То есть 300 видов услуг. И бывают ситуации, когда это еще только наши республиканские, а есть федеральные. И, например, нужно какой-нибудь объект построить, и для этого нужно обойти и муниципалитеты, и региональные, и федеральные. Даже если есть услуги в электронном виде, все равно нужно все получать последовательно. Вот цифровая экономика подразумевает переход на так называемые жизненные ситуации. Вот нужно построить дом. Родился ребенок, нужно оформить документы. Или вот молодая девушка вышла замуж, тоже нужно поменять документы. Вот чтобы обращение было именно по этой жизненной ситуации. Чтобы не нужно было, пусть даже электронно, получать несколько услуг подряд, а один раз заказать все необходимые услуги и сервисы в рамках жизненной ситуации. В набережных Челнах продолжается неравный бой между автомобилистами, которые оставляют свои машины на газонах, и сотрудниками надзорных ведомств, которые за это штрафуют. Очередной рейд административно-технической инспекции показал, что в каждом дворе зеленая зона заставлена. Штрафы от 2000 рублей автовладельцев не то чтобы не пугают, они бы и рады не нарушать, но альтернативы нет. Парковок в городе не хватает. Подобные рейды специалисты проводят ежедневно. Нарушителей долго искать не приходится. Они есть практически в каждом дворе. Самая распространенная парковка транспорта на земленных участках. Границы специалисты определяют по бордюрному камню. В этот раз они проверяли 32-й комплекс. Припарковавшихся на газонной территории здесь достаточно. И это несмотря на то, что рейд проводился в дневное время, когда большинство челнинцев на работе. При выявлении нарушения производится фотофиксация данного нарушения. После чего для установления собственника данного транспортного средства информация направляется в органы внутренних дел. При получении информации о собственнике составляется административный протокол на собственнику транспортного средства. Нарушитель обнаружит в своем почтовом ящике извещение об обязательной явке в управлении административно-технической инспекции. Сделать это необходимо в течение двух недель. В противном случае протокол составляется уже без его участия. За парковку на газоне предусмотрен штраф от 2 до 3,5 тысяч рублей. По словам челнинцев, одними штрафами тут не обойтись. Необходимо решить проблемы парковок. Но чтобы не ставили эти машины на газонах, надо побольше стоянок сделать. Каких, не знаю, сколько стоянок было, убрали их все. А куда они должны ставить? Вообще у нас в городе очень мало места, в городе именно для машин. Поэтому, мне кажется, больше надо сделать парковок. Потому что, как скажем, в одной семье около двух-трех машин, и поэтому люди ставят на газоны. Ну, на газон это нельзя ставить, конечно. Места мало. Не хватает места. Домов это много. Ну, парковки надо делать. Средства, полученные за парковку в неположенном месте, пополнят городской бюджет. В управлении административно-технической инспекции нам сообщили, что рейды продолжатся. Реля Ахмадеева. Новости Татарстана. Кто не согласен, что паркуются автомобили, естественно, значит, вот я говорил, надо делать собрание жителей и определять, где паркуются автомобили. Могут паркаться, где нет. Или жалуются кому? Не, ну а жалуются. Они не могут сами-то фотографировать. Это уже система народный инспектор у нас начинается. Вот. А, значит, те, кто не согласен с этими штрафами, надо обжаловать. Более того, значит, я посмотрел вот перед самым передачей. По нашему закону КАПРТ, оказывается, полиция не имеет права вставлять эти протоколы. Только муниципальные служащие. Так, это как проверить, кто тебя составил и как оспорить быстро тогда? Нет, оспорить только в суд. Только в суд. Район или городской суд, зависит от того, где находится. То есть, если составляет, стоит участковый, например? Да. Или патрульный? Он не имеет права. Только муниципальные служащие. И, возвращаясь к итоговому интервью Дмитрия Медведева российским телеканалом, в завершении премьер-министр рассказал о книгах, которые успевает прочесть. В частности, как выяснилось, Медведеву нравятся произведения казанской писательницы Гузель Яхиной. Я стараюсь читать и некоторые научные работы и по экономике, и по праву, и художественные книги. Могу сказать, что вот в последнее время я обратил внимание на несколько наших новых авторов. Для меня, во всяком случае, есть такая Гузель Яхина, которая написала несколько книжек. Последняя книга на меня произвела такое очень сильное впечатление. Хотя и первая тоже была весьма и весьма... Зулеха открывает глаза. Зулеха открывает глаза. Это первая книга. Первая, да. Да, значит... Кильм сейчас. Да, да, да. Но на самом деле это просто написано хорошим литературным языком. Там интересная фабула. И это действительно литература. Это было «Главное за неделю». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова